Здравствуйте, с вами снова Вероника Поливкина. Сегодня я расскажу о своем эксперименте выращивания фруктовых деревьев в кашпо. Это, с одной стороны, интересно, а в некоторых случаях даже необходимо. Но на пути возникает множество неожиданных препятствий. Но обо всем по порядку. Зачем нам вообще выращивать деревья в кашпо? Причин может быть несколько. Например, маленький участок и много крупных плодовых просто не умещается. А сейчас продают и морозостойкую черешню, и персики, и абрикосы, виноград, и даже фурму. Почему бы не попробовать? Тем более, почти все это можно приобрести в колонновидной форме. То есть, с очень компактной кроной, высотой не более 2,5 метров. Обычные яблони, груши, вишни и сливы можно сажать сразу в грунт. А экзотику для северных областей все же лучше в горшки. На зиму при сильных морозах всегда можно убрать. Второй причиной посадки деревьев в кашпо является желание иметь деревья, например, в больших террасах, балконах, в зимних садах. В-третьих, горшочный сад подойдет тем, кто любит часто все менять. Мы получаем так называемый сад-трансформер, в котором можно переставлять растения как угодно. Те, кто обладает большими участками, да еще и в южных регионах, скажут, сад в горшках – полный бред. Но жители северных регионов, да еще и с небольшим участком, скажут, здорово, нужно попробовать. Тем более, столько заманчивых фото в интернете. Но не очень-то обольщайтесь. Если присмотреться повнимательнее, то половина из них – фотошоп. И все же на практике иногда получается. Например, как-то меня угощали виноградом, который летом стоял в горшке на улице, а зимой в теплице. Это было давно, в главном ботаническом саду, когда еще не было столько морозостойких сортов, как сейчас. Но вырастить свой горшочный сад я как-то все откладывала. Наконец, накупила разных саженцев, решила, что пора. А вдохновил меня на это один ролик на канале «Садовый мир», в котором мужчина рассказывал и показывал, как выращивают хурму в 12-литровом ведре в теплице. Дереву несколько лет, и оно прекрасно плодоносит, давая полноценные крупные плоды. Хурма дерева немаленькая, но в ведре корневая система не может сильно развиваться, и крона остается довольно компактной. Правда, приходится часто подкармливать и поливать. И теплицы, я подозреваю, у него с обогревом. Но при посадке деревьев в кашпо есть свои нюансы. И нужно сделать так, чтобы дерево не мучилось, а хорошо себя чувствовало. Итак, начнем с выбора тара. Горшок нужно покупать большого объема. В дне горшка обязательно должны быть отверстия. Вот очень хороший вариант. Горшок на небольших ножках вставляется в декоративное кашпо. Если купить подобное нет возможности, то можно использовать обычное дешевое строительное ведро, проделав в дне несколько дырочек. Его можно оплести, и получится не хуже покупного. Почему строительное? Потому что оно сделано из пластмасса, которое не растрескивается на морозе. Хорошо переносит уличные условия. Если горшок взять керамический, то он будет очень быстро пересыхать, а в мороз просто расколется. Теперь нужно решить две проблемы. Это быстрое пересыхание грунта и усиленное питание. Для того, чтобы грунт не так быстро пересыхал, можно добавить перлит или вермикулит, диатомит или циолит. Гранулы запасают себе воду и потом отдают ее корням. Некоторые используют для этих целей гидрогель. Для выращивания деревьев он вряд ли подойдет. Во-первых, под весом большого объема грунта он не будет работать. А во-вторых, дерево будет расти не один год. А гидрогель при долгом использовании естественным путем разрушается. А при этом он высвобождает акрилоткалия и акриламид. А вот акриламид является смертельным нейротоксином. Так что не следует использовать гидрогель для своего сада и огорода вообще. Перлит и вермикулит, конечно, не так хорошо накапливают влагу, но являются совершенно безопасными. Это натуральные природные вещества. Теперь решаем главный вопрос. Питание. Какую бы питательную почву мы не сделали, дерево есть дерево. Ему должно хватить питания не только на листики и цветочки, но и на качественные плоды. Удобрять придется очень часто. Как рассчитать количество удобрений? Если просто еженедельно проводить подкормки, мы можем не угадать с количеством и составом питательных веществ. Когда дерево растет в открытом грунте, оно подключено к естественной системе питания, а в горшке становится заложником нашего ухода. Менять грунт часто тоже проблематично, ведь каждый раз дереву придется заново приживаться. А есть ли какое-то эффективное решение? Да, есть. Это использование удобрений пролонгированного действия. А вот здесь повнимательней. Есть удобрения длительного действия, которые способны дать передозировку по какому-то элементу. Такие печальные результаты случаются нередко. Я уже делала ролик о удобрениях пролонгированного типа. Ссылочка будет в конце. При составлении грунта нужно учитывать и пристрастие растения. Например, для персиков, абрикосов, винограда можно добавить золы и костной муки. Они не любят кислую почву. А для голубики, наоборот, эти удобрения не нужны. Для нее нужен грунт специально закислять. Ну что ж, приступим. Вот я получила деревья по почте в таком виде. Аккуратно разрезаю упаковку, снимаю транспортировочный грунт, промываю и немного укорачиваю корни, если они слишком длинные и не уместят в горшок. Корни при посадке не должны подворачиваться. Настаиваю саженцы в растворе, стимулирующем корнеобразование. Составляю грунт для конкретной культуры на основе покупного или садового. Для лучшей структуры смешиваю в равных долях торф с садовой землей и добавляю перлит или вермикулит, или диатомит, или циолит. Ну что есть. Для удобства перемешиваю в емкости большего объема. Для лучшего укоренения можно добавлять немного специального удобрения для саженцев. В горшок с хорошей дренажной системой накладываем грунт сразу, а в ведро с обычными дырочками насыпаем на дно керамзит для лучшего дыхания корней и отвода лишней влаги. Каждый слой немного уплотняем. Заканчиваем посадку поливом, чтобы вода меньше испарялась и не росли сорняки. Вырезаю круг из геотекстиля и засыпаю керамзитом. Он легкий и под ним почва не будет слеживаться. Дерево посажено. Зиму оно проведет в укрытии, а летом в красивом кашпо найдет свое место в саду. И таких деревьев для эксперимента я посадила целый сад. А дальше-то что? Скоро зима? Нужно все это как-то сохранить до весны. Ведь корневая система оказалась на поверхности и вряд ли перенесет подмосковные морозы. Первый и, казалось бы, самый простой способ – это хранение в подвале, гараже или любом непромерзаемом помещении. Растения при таком хранении легко контролировать. Это плюс. Температура практически постоянная, нет скачков, как на улице. Это тоже плюс. Вроде все хорошо, но есть и минусы. Обычно в подвале температура держится в пределах от нуля до плюс 5 градусов. А это значит, что влага будет потихоньку испаряться из земли. Если не проверять влажность регулярно, то можно просто засушить растения. Поэтому время от времени горшки нужно немного поливать. Даже лучше не поливать, а класть на поверхность земли снег. Он медленно будет таять и увлажняет земляной ком, естественно, и природной водичкой. Но пересыхание – это не самое неприятное, что может произойти с растением. При хоть и небольшой, но положительной температуре растение слишком рано начнет просыпаться. Иногда почки раскрываются аж в феврале месяце. При отсутствии света ростки тянутся, ослабевают. И ничего не остается делать, как вытаскивать такие растения на свет. Причем отрицательные температуры сразу погубят нежные росточки. А светло в это время бывает только на подоконнике в доме. Ну вот и начинается мучение. Света все равно не хватает, подсветка есть не у каждого. И растение продолжает вытягиваться. Так как у некоторых деревьев и цветение бывает в начале вегетации, наши мученики еще и пытаются выбросить бутоны. Короче, если они дотянут до настоящей весны, это удача. Но и это еще не все. Проснувшись на 2-3 месяца раньше природного срока, растение сбивается со своего природного ритма и заканчивает свою вегетацию раньше. То есть где-то в начале августа. Начинают желтеть и терять листья. Нам начинает казаться, что оно вообще заболело. Надо спасать. Идут в ход всякие стимуляторы роста. А этим ритм растения совершенно сбивается. Растение вроде уже спать готовится, а его заставляют расти. Думаю, у многих уже был такой печальный опыт. Когда было жалко оставлять молодое растение в саду, хотелось его поберечь и сохранить до следующего сезона в доме. А в результате чахлое полудохлое растение, которое вот-вот закончит бороться за свою жизнь. Наиболее удачно хранятся растения только в условиях примерно от минус 2 до минус 5 градусов. Нет такой возможности. Не рискуйте. Учитесь сохранять в саду. Здесь тоже есть варианты. В идеале закопать горшок с землей по самый край. Замульчировать чем-то рыхлым. И само растение укутать ультрасилом. Но горшков может быть много. Или сами горшки очень большие. Ведь бывают кашпо и по 30, и 40, и по 50 литров. Ну и как такое вообще перемещать, тем более закапывать? Нужно укрывать как есть, прямо на месте. Самое простое укрытие в этом случае это укрытие с сухими листьями. Я покажу на нескольких горшках. Но также можно сделать и индивидуально с каждым, отдельно. Условие первое. Горшок должен стоять не на какой-то подставочке, фанерочке, картоночке, а на земле. Она остывает долго и не будет давать замерзать горшком. Ставим вокруг горшков опоры из любых подручных материалов, вплоть до простых деревянных колышков. Обматываем по периметру обычной тонкой рулонной пленкой. Она защитит от ветра и влаги. В полученное пространство засыпаем сухие листья. Можно, конечно, опилки, торф. Но если наполнитель отсыреет, то стволы могут подобреть. Листья воздушные и очень быстро просыхают от мороза. Если такого укрытия недостаточно, то можно поставить дужки и сделать крышу из лутрасила, закрепив его по периметру веревкой. Если растений очень много, то рационально отдельно собрать низкие и отдельно высокие. Подобное укрытие получается дышащим и теплым. Но так как сами горшки находятся над землей, нужно создать имитацию того, что они окружены землей. Для этого можно вокруг по периметру уложить мешки с соломой, мхом, корой, землей. Вместо пленки используют сетку, установив ее вокруг растений и скрепив края. И все же в любом варианте крышу сделать будет не лишним. Но если для хранения в саду нет места или растения более теплолюбивы, то можно хранить их в теплице. Все то же самое, только на грядке и под крышей. В условиях Подмосковья утеплять в теплице обязательно, ведь она не спасет от сильных морозов. Есть и такой способ. Прикопать в теплице. Тогда не нужно будет использовать для утепления листья. Это более затратный по времени способ. Вот у меня на 15 растений ушло около 2 часов. Но в теплице я смогу свое растение контролировать. Буду крыть в случае экстремального мороза. Выкапываем ямку по объему горшка, устанавливаем его по самые плечики, чтобы земля теплиться не смешивалась с землей в горшке. А для меня это важно, так как под каждое растение я делала специальный грунт. Прокладываю картоном с дырочкой. Около ствола. Также из картона делаю защиту от земли. Закрепляю садовой проволочкой. Вот теперь можно засыпать. Чем больше слоя земли над горшком, тем надежнее он укрыт от мороза. Но лишней земли в теплице нет, поэтому обходимся тем объемом, который был выкопан под горшок. Вместо слоя снега дополнительно можно уложить несколько слоев картона или лутросила. Я вот купила на весну землю для рассады. Почему бы мне не хранить ее здесь и не занимать место в доме? Получился еще дополнительный укровной слой. Ну а верхушки можно просто прикрыть лутросилом, как общим полотном, так и индивидуально каждое растение. Можно подобрать картонные коробки подходящего размера. Вариантов множество, но в теплице мы сталкиваемся с одной проблемой, не считаться с которой нельзя. Ранней весной, когда будет много солнечных дней, в дневные часы теплица будет сильно прогреваться. Иногда бывает так, что на улице еще сугробы, а в теплице днем до плюс 20 градусов. Естественно, растения начнут пробуждаться. А если появятся листики, а ночью заморозки, то мы потеряем все растения. У меня как-то замерзли 20 кустов гортензии, так как после почти летней погоды ударили морозы. А меня не было дома, и я не смогла дополнительно укрыть свои кустики, которые уже стояли с листьями. Так вот, ближе к весне, в теплице нужно будет открыть двери, чтобы внутри она меньше прогревалась, и не было большого перепада дневной и ночной температур. Мы должны любыми силами сдерживать раннее пробуждение растений. Можно забрасывать внутрь снег, чем больше, тем лучше. Если двери будут открыты и днем, и ночью, а на поверхности грядок будет слой снега, растения окажутся в условиях улицы. Правда, в этом случае мы не сможем использовать теплицу для выращивания ранних овощей и рассады. Так что все взвесьте, прежде чем выбрать удобный для вас вариант. И еще один нюанс. Там, где утеплитель, там и мышки. Им же тоже хочется провести зиму в комфортных условиях. Пока я прикапывала свои деревья в теплице, на соседней грядке заметила какое-то копошение. Присмотрелась эта мышка. С таким деловым видом выполняет какую-то очень важную работу, что на меня ноль внимания. Что она там делала, можно только догадываться, но явно не грядки полола. Такое соседство моим деревьям зимой ни к чему. Так что все обрезанные розы нужно будет укладывать здесь. Молодые стволы нужно будет дополнительно обмотать синтетической тканью. Народ обматывает от грызунов эластичными колготками. Но где их столько взять? Изучала я, изучала разные способы защиты от мышей и придумала вот такой. Мыши не любят запах, например, дегтя или мази вишневского. Кто его знает, как эти средства будут действовать на сами деревья, но вот пластиковая бутылка точно не пострадает. Вот и совместим механическую защиту с ароматерапией. Чтобы мышке в голову не пришло залезть в бутылку через верх, смажем внутреннюю поверхность мышиным антиароматом. Таким образом мы просто погасим желание у мышки поселиться в укрытии и лакомиться корой. И не возьмем греха на душу, убивая зверюшку. Просто дадим понять, что это наша территория. Прошла зима. Из всего, что я делала, самый хороший результат дало испытание запаха дегтя от мышей. Ни одна здесь не появилась. А что с деревьями? Они прекрасно перенесли зиму, но многие не выдержали весну. Долгий период с плюс 15 на улице, а в теплице все 25, заставил выставить все растения на улицу. Там начали набухать почки. И дальше несколько раз температура падала до минус 12. Некоторые растения от такого экстрима вышли из эксперимента. Это была хурма и персики. Остальные держались. Но выставлять и затаскивать снова в теплицу растения было довольно тяжело. Потихоньку я их все же рассадила по саду. Но несколько для дальнейшего проведения своего эксперимента оставила. Они чувствуют себя неплохо. Переносят и пересыхание грунта, и перепады температуры. Но мне, если честно, все же очень хочется посадить их в землю. Так что сажать или не сажать дерево в кашпо решать вам. А я вам все честно рассказала. Всего вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова